Привет, друзья! Смотри, какой сегодня у нас длинный пример. Таких длинных, по-моему, еще не было. Я вас удивлю, наверное, если скажу, что это задача для шестого класса из учебника по математике 1933 года. Вот современные школьники эту задачу решали бы так, как написано в современных учебниках. То есть сначала выполним действие в скобочках, да, приведем тут к общему знаменателю, причем приводить, кстати, 9, 8 и 12, ну, надо еще подумать, да, тут вообще 16 и 9, то есть довольно муторно и долго, если делать это по алгоритму так, как учат в школе сейчас. Ну, а если просто включить голову и немножечко, так сказать, окунуться в программу Псарской России и того, как учили в Советском Союзе, то мы с вами поймем, что проще тут просто взять и раскрыть скобочки, а потом посмотреть, что у нас там вообще получает. Ну, скобочки убрать тут очень просто, да, видим знак минус, значит, стираем скобочки и просто изменяем знаки вот этих вот слагаемых на противоположные. Тут был плюс, значит, вставляем минус, тут был минус, ставим плюс, а тут был плюс, изменяем его на минус. Ну, на самом деле, можно было все это переписать, но мне просто лень. И тут то же самое, еще один минус перед скобочкой, поэтому тут оставляем минус, а тут минус заменяем на плюс и стираем вторую скобочку. Ну, и теперь давайте смотреть, что же у нас с вами получится. Во-первых, видим, что у нас есть две дроби с абсолютно одинаковыми знаменателями. Минус 12,5 и плюс 10,5. У них даже числители одинаковые, так? Значит, на них можно не обращать никакого внимания, потому что они с противоположным знаком. А минус 12 до плюс 10, это что такое? Это то же самое, что просто минус 2. Поэтому давайте вот это вот зачеркнем, уберем тут знак равенства, и просто вместо вот этих двух слагаемых запишем минус 2. Ну, а теперь давайте думать, что же у нас получается дальше. Итак, давайте посчитаем с вами сначала просто целые части. 24 плюс 4 это 28, минус 1 это 27, минус 13 это, если я не ошибаюсь, 14, минус 2 это 12, и еще минус 2 это 10. 10, кстати говоря, со знаком плюс. Правильно? Правильно. Ну, а теперь давайте с вами посмотрим на оставшиеся дробные части. Знаменатели у них 4, 8, 12, 16, 48. Какой будет общий знаменатель? Ну, по-моему, он тут есть, и он равен 48. Ну, давайте запишем его. 48. Ну, а теперь просто приводим к общему знаменателю дробные части. На что нужно умножить 4, чтобы получить 48? 48, по-моему, на 12. На что нужно умножить 8, чтобы получить 48? На 6. 12 нужно умножить на 4. А 16 нужно умножить на 3. Ну, и тут можно ничего не писать, а можно написать единичку, чтобы просто не забыть. Ну, и записываем теперь вот сюда. 3 умножить на 12 плюс 7 умножить на 6. Не забываем про знаки. Минус 5 умножить на 4. Снова минус 15 помножить на 3. И снова минус 3 помножить на 1. Ну, так и напишу. 3 умножить на 1. Чтобы было понятно, что откуда взялось. Ну, и давайте посчитаем. Итак, тут у нас остается 10 целых. Знаменатель у нас 48. И давайте считать числитель. 3 на 12 это 36. 7 плюс 6 это у нас 42. И вот тут получается 78. Минус 5 на 4 это 20. 15 на 3 это у нас 45. И еще минус... Так, тут не 3. Тут 13, да, было? 13. Минус 13. Сколько будет? Считаем. 20 плюс 45. Это 65. 75. 78. Да все это со знаком минус. Друзья мои, смотрите, как красиво получается. Плюс 78 и минус 78. То есть, вот это вот все просто равно у нас стремится... Ну, даже, так скажем, равно, да, нулю. Поставлю стрелочку по привычке. Но вот это вот все равно нулю. Значит, значение вот этого вот выражения равно просто 10. И видите, как мы просто все это сделали. Мы не приводили, как говорится в учебниках, по отдельности, да, к общему знаменателю, скобочки. Это было бы просто зубодробительно. Мы в таком расслабленном темпе сделали все не спеша и получили правильный ответ. Так что, друзья мои, думайте, прежде чем бросаться с места в карьер. Думайте, посмотрите, подумайте, оцените ситуацию. Если было интересно и вам показалось, что это хороший пример, то обязательно ставьте лайк. Ставьте колокольчик, если смотрите меня на ютубе, чтобы не пропустить новые. видео интересные задачки. Подписывайся на мой телеграм по ссылочке в описании к этому видео. Потому что мало ли что, в телеграме мы точно встретимся. И пока, друзья, до новых интересных задач.